Добрый день! Меня зовут Феортистов Михаил. Сегодня я бы хотел представить вашему вниманию вебинар по системе управления движением SimOcean с версией прошивки 4.4. Рассказать о новых возможностях, которые присущи данной версии. Часть презентации будут проходить в реальном времени, часть же в записи. Комплексные решения для производственных машин. Специалисты подразделения Siemens производственной машины или сокращенно ПМА обладают обширным опытом в различных отраслях промышленности, таких как упаковка, печать, текстиль, пластик и межректорных отраслях, таких как конвертинг и манипуляторы, которые могут использоваться в большом количестве секторов. Для наших решений по автоматизации мы используем компоненты Simatic, Simotion и Cinamix с двигателями Simotix, добавляя при этом опыт применения для достижения лучшего эффекта. В ходе сотрудничества Siemens не только поддерживает своих заказчиков, но и приобщает их к процессу развития систем и компонентов. Таким образом Siemens помогает клиентам постоянно увеличивать производительность, конкурентоспособность и экономическую эффективность оборудования. Продукт ПМА, который мы используем, это Simotion. Теперь давайте более подробно рассмотрим данный продукт. Simotion является системой управления движением и используется везде, где помимо автоматизации машины необходимо организовать управление движением. Например, в этой упаковочной линии. В этом приложении на входе и на протяжении, здесь вот на начальной ее этапе, вы можете увидеть много синхронных осей. Также на выходе используется манипулятор с интерполяцией осей. Но как же вы сможете реализовать такое сложно организованное движение? Раньше такие приложения были реализованы с одним основным приводом. Все движения передавались посредством механической связи, как вот здесь вот было представлено на видео ранее. Для мехатронных решений механические компоненты, такие как муфты, редукторы и плачки, все чаще заменяются сервоприводами с системой интеллектуального управления движением. Отказ механической системы имеет свои преимущества, а это улучшенная динамика за счет более низкой массы, увеличенная гибкость, не требуется изменение механической конструкции, снижение износа, что влечет за собой лучшую надежность и более короткие сроки сервисного обслуживания. Для достижения требуемой точности, динамики и гибкости необходимо соответствующее управление движением, как вы можете видеть вот здесь. В этом случае усилия на проектирование перемещаются от механической системы к технологии автоматизации, в частности к программному обеспечению. Масштабируемая функциональность C-Motion Единная система C-Motion это сочетание функций PLK, управления движением и технологии. Основой при автоматизации машин является PLK в соответствии с международными стандартами, например для мониторинга последовательного управления, обработки входов-выходов, вычислений и так далее. Для управления движением доступны расширенные функции. От управления выходным кулачком, включая оси позиционирования, синхронные оси, такие как электронный редуктор или кулачковый диск, до 3D интерполяции для различных кинематик. Также можно добавлять технологические функции, которые часто бывают необходимы для производственных машин. Например, управление давлением для сектора обработки металлодавления или управление температурой для сектора обработки пластмасса. C-Motion также предлагает комплексную масштабируемую функциональность, то есть слияние функций управления движением с дополнительными функциями, которые можно найти в большинстве промышленных установок. по вертикальному стрелочкам. Это управление машиной, управление движением и технологиям. Также может использоваться для машин с задачами управления движением от простых одноосевых до многоосевых. Какие аппаратные платформы C-Motion на данный момент существуют? C-Motion реализован на трех платформах, которые отличаются по дизайну, производительности и интерфейсу. Полная функциональность доступна для всех платформ. Эффективное проектирование идентично для всех платформ. С пошаговыми ассистентами и специализированными экранами в C-Motion Scout. Честь из них можно увидеть здесь. Начнем рассматривать их более подробно. Например, C-Motion P. Это контроллер на базе компьютера с высокой вычислительной производительностью и открытостью ПК. Также может использоваться для визуализации или для расширения управления данными. Следующий тип это C-Motion C. Это контроллер в форм-факторе Асиматик с возможностью расширения центральной периферии. С C-Motion C и P привод соединяется по полевой шине. Будь то профинэк или профибаза. Также существует компактная версия. Это C-Motion D. Контроллер движения с интегрированной приводной системой CINAMIX S120. Это не только экономит драгоценное пространство, но и гарантирует, что система имеет выдающиеся динамические характеристики. Разные платформы позволяют производить гибкую адаптацию к требованиям производительности, исполнению и пожеланиям заказчиков. Поддержка количества осей осуществляется от 1 до 128. Гибкая топология в структуре автоматизации. Системы C-Motion можно комбинировать как угодно. Причем все системы работают синхронно. Функциональность контроллера может быть распределена по индивидуальным системам. Коммуникация и синхронизация между всеми системами происходит по шинам профинэк или профибаз. Какие преимущества это дает? Топология может быть строго индивидуально адаптирована под каждую машину. От центральной до модульной или распределенной. Без ограничения по количеству осей. Расширение топологии возможно в любое время. Простое распределение функциональности посредством технологических объектов и коммуникации по профинэк или профибаз. Для C-Motion C и P привода включаются по синхронной шине и профинэк для профибаз. Как было сказано ранее, вот здесь это можно увидеть. Контур положения и обработка сигнала производится в ПЛК управления движением. Для C-Motion D приводная система CINAMICS интегрирована в контроллер движения. Как представлено здесь. Для C-Motion D410-2 интегрированная приводная система может управлять одним сервоприводом с CINAMICS CLU-310. C-Motion 425, 35, 45 и 55-2 поддерживают до 6 сервоприводов. Если необходимо увеличение количества приводов, то используется либо CINAMICS S120 с CLU-320-0.2, здесь постоянно, которые могут быть подключены также по профинэк или профибазу. Или как альтернативный вариант может быть применено расширение контроллера CX-32-0.2. Оно подключается на прямую контроллеру C-Motion по драйв-клик интерфейсу. Из преимуществ такого подключения можно отметить более узкое исполнение в сравнении с CLU-320 и отсутствие дополнительных компакт-флэш по сравнению с модулями 310 и 320. C-Motion и профинэк. Какие преимущества это дает и что можно реализовывать в данном сочетании. Коммуникация профинэк в режиме изохранного реального времени ERT C-Motion в основе является комплексным решением для любой машинной конфигурации. Простая компактная конфигурация с центральным контроллером управления движения, например, C-Motion P, и распределенными приводами, например, сигнализм S120, соединенная по шине профинэк и профидрайв. При этом минимальная длительность цикла составляет всего 250 микросекунд. Распределенная модульная конфигурация с несколькими системами C-Motion, с приводами, которые синхронизируются по профинэк в режиме изохранного времени, в C-Motion также может добавляться в концепцию безопасности C-Matic FCPU, по профи-сейв, FCPU по интерфейсу iDevice, ProfiSafe Prox, получает доступ к приводным объектам C-Matic, уверенным контроллером C-Motion, и управляет встроенными в них функциями безопасности. Также C-Motion поддерживает топологию профинэк типа кольцо. Можно увидеть вот здесь. Телеграммы профи-сейв дублируются и передаются по резервированным каналам от устройства источника до целевого устройства. Это также обеспечивает максимальную отказоустойчивость в случаях прерывания в связи с техническим обслуживанием, отказе устройства или для выключения устройства при обслуживании. Данная конфигурация подходит, например, для новостной печатной машины. Возможно, также многокольцевые топологии, как вот здесь в целом на картинке. Для C-Motion кольца соединяются по двум интерфейсам профинэк, встроенному и интерфейсу опционального модуля CVE30-2. Это версия реализации для C-Motion D. Много силы. Технологические объекты C-Motion – это основа. То, на чем основывается технология C-Motion. Посмотрим более подробно технологический объект ОСИ. Система реального времени C-Motion объектно ориентирована. Это означает, что существуют независимые технологические объекты в C-Motion. Например, ОСИ, синхронные объекты, объекты интерполяции, кулачки, измерительные системы и внешние кодеры. Технологический объект ОСИ включает в себя, например, связь с приводом, обработку измеренных значений, контур положения и функцию позиционирования, как представлено вот в этой области слайда. Технологические объекты создаются и легко настраиваются с помощью специальных диалоговых окон. Одно из окон вы можете наблюдать здесь. После этого они автоматически запускаются системой при обращении. Определенные функции вызываются соответствующими командами из пользовательской программы. И технологические объекты независимо обрабатывают эти команды и делают доступными соответствующие статусные сообщения. И, собственно, пользовательская программа, ее часть. Добавление привода к контроллеру без интеграции. Что это дает, какие плюсы и минусы. Технологический объект также выполняет связь между ПЛК и приводом. Обработка ОСИ в программе не зависит от аппаратного обеспечения. Она может поменяться для электрических, гидравлических или виртуальных ОСИ. ОСИ осуществляется для сетей профинек или профибаз. Мы можем видеть приводной объект, ПЛК и телеграммы, которые передаются по профидрайву. Здесь представлен список телеграмм с кратким ее описанием. И теперь более подробно. Для приводов, подключенных через полевую шину, передача осуществляется в соответствии со стандартным профидрайв. Следовательно, соответствующая телеграмма должна быть выбрана для необходимой функциональности. Эти телеграммы затем могут быть расширены. Интеграция технологии привода в СимОушен означает, что вам, как пользователю, не нужно беспокоиться об этом. Давайте рассмотрим следующий слайд, на котором более подробно расписано, как интегрировать привод в ПЛК. Как это было реализовано раньше, без символьной интеграции. Добавление привода осуществлялось следующим образом. Происходил выбор телеграммы для оси в зависимости от ее функционала. Программный доступ осуществлялся по абсолютному адресу телеграммы для входных и выходных адресов. Для дополнительных функций эта телеграмма должна быть, во-первых, либо расширены, либо произведено подключение по технологии БИКО, бинектор-коннектор, который использует Сименс в своих приводах. Корректировка данных с датчика и реферирование значений между приводом и ПЛК необходимо использование соответствующих дополнительных входов. Что дает такое подключение? При таком подключении велика вероятность ошибки. Например, если доступ к адресу произведен неверно и адрес поменялся. Входов по входов. Следующий вариант интеграции – это с символьной интеграцией. Вызволяет быстро и последовательно подключить практически одним кликом мыши. Добавление привода с интеграцией соответствует конфигурированной функциональности. Например, функциям безопасности, входам C-Motion. Можно видеть безопасность, либо входа C-Motion. Что это дает? Автоматический выбор необходимой телеграммы для оси. Нам ничего настраивать уже в этом случае не нужно. Телеграмма автоматически расширяется. Параметры двигателя автоматически привязываются к телеграмме. Данные энкодера и двигателя автоматически импортируются с электронного шильдика. Здесь позволю себе некую оговорку, если двигатель является компанией C-Motion. Корректировка данных энкодера и заданное значение между ПЛК и приводом происходит автоматически. Также в этом случае нет абсолютной адресации на стороне контроллера. Доступ к приводу только символьный по соответствующим диалогам выбора. Например, ось 1 будет иметь символьную привязку к приводу 1. Как представлено вот здесь вот. ПЛЦ переменная MyInput будет иметь символьную привязку к входу ДИ-12 привода приводного объекта. ПЛЦ переменная MyInput будет иметь символьную привязку к параметру привода R35. Данный параметр отвечает за температуру двигателя. Интеграция привода в этом случае уникальна. Она позволяет предоставить быстрое, простое и последовательное подключение. Что дает следующее преимущество. Простое, интуитивно понятное подключение. Прозрачность благодаря символьному обозначению. Вместо адресного. Вы сами называете свои переменные. И привязываете их либо к ходам, либо к параметрам привода. Отсутствие ошибок. Очень сложно ошибиться в данном случае. Простое изменение. То есть, привязка происходит автоматически. Простое переконфигурирование. И эффективная диагностика. Гибкое применение технологических объектов. Оно имеет множество преимуществ. Таких как. Количество объектов не ограничено. То есть, любое количество осей. Здесь мы можем видеть то, что одна всего D410 соединяется с синамиксом. Еще одним синамиксом. Все это оси. И они либо синхронизируются. Либо как-то зависят друг от друга. Сейчас рассмотрим более подробно. ТО могут быть активированы и деактивированы в программе. То есть, от простого варианта до различных сложных конфигураций. Например, если ось в конкретной спецификации не существует. Технологические объекты также могут быть гибко взаимосвязаны. Например, синхронные оси могут переключаться или могут быть связаны. Также могут быть распределены на несколько устройств T-Motion. Ну, как представлено вот здесь вот. Функциональность заложена в объекте и нет необходимости в программировании данной функциональности. Интерфейс настройки ТО независим от типа соединения привода. Будь то профинэп, профибас, аналоговое задание, шаговый двигатель или гидравлический. Это означает, что вы приобретаете максимальную гибкость в отношении функциональности и распределенности. Также это влечет за собой повышение производительности за счет низких затрат на разработку. Следовательная и однотипная разработка для всей системы. В левой части слайда вы можете видеть типичные задачи по инженерному обеспечению в автоматизации машин. Наше программное обеспечение C-Motion Scout содержит весь необходимый инструмент для решения всех этих задач. Будь то настройка, программирование, тестирование или вот в эксплуатацию. Все это может быть сделано в одной среде разработки. Эта среда разработки интуитивно понятная. В основном графическая, с контекстно-зависимым меню, ассистентами и онлайн-справкой. Чуть попозже мы посмотрим видео, которое было записано, в котором я продемонстрирую, как работать с данным программным обеспечением. Все инструменты интегрированы в одну среду разработки. Что это плечет за собой? Есть основной вызов или вызов из дерева проекта. Я покажу еще далее в видео. Существует философия последовательной разработки. Быстрая смена инструмента разработки. Пишите вы программу или же настраиваете приводную часть синоникса для C-Motion Deck. Соответствующие изменения сразу же попадают из одного инструмента в другой. Вот этот момент я покажу более подробно на видео. Там это будет видно плюс к интеграции к эффективной портали. Второе это совместное управление данными. Но возможно, при этом невозможно ввести повторяющиеся данные. И это гарантирует целостность данных. И сохранение происходит в одном проекте. Данная интегрированная среда разработки для всей машины, в которой выбирает себе все инструментальные средства, означает унифицированный соответствующий инженерием для всей системы, что приводит к простой реализации, диагностике, архивированию и управлению версиями. На данный момент доступна версия C-Motion Scout 4.4. Она является последним. Может быть интегрирована при установке в C-Matic Step 7, версии 5.5 с хотфиксами 2.4. И в Теапортал версии 13. 13 сервис Пок 1 уже работает только с хотфиксом 5, C-Motion Scout, и интегрируется только туда. Но помимо всего этого, с хотфиксами 2.4, возможно отдельная установка данного программного комплекса. Свой язык программирования для каждой задачи. Что предлагает C-Motion Scout для решения задач по автоматизации? Вы можете видеть языки программирования, чуть более подробно рассмотрим. FBD-LAT, классический графический язык программирования, в частности для циклических задач, например логических. Переключение между FBD и LAT возможно в любое время. Индикация состояния программы для тестирования и диагностики. Следующий язык это SP, текст-ориентированный язык высокого уровня. Он всесторонний, что это означает? Он подходит для всех задач. Функция отладки для тестирования онлайн и диагностики в нем также присутствует. Следующий язык, присущий приводной системе. Это Motion Control Chart, сокращенно MCC. Он позволяет графически программировать. По аналогии, это блок-схема. Имеет модульную структуру. Он прост в диагностике с графическим отслеживанием шага и пошаговой отладки. Вы можете видеть пример программы. Далее в видео я покажу его более подробно. Также существуют языки C и C++. Это среда разработки под Windows для создания программных функций, функциональных блоков, которые хранятся в пользовательских библиотеках. При импорте в C-Motion Scout они могут быть использованы в любом языке C-Motion из перечисленных ранее и языке DCC. Язык DCC Drive Control Chart это графический язык, так же как и MCC, но в нем видна графическая взаимосвязь потока сигнала. Его можно использовать в частности для непрерывных задач, например регулирования чего-либо. Он содержит в библиотеке функциональных блоков, которые свободно можно соединять между собой. Также диагностика в нем реализована с помощью отслеживания и записи сигналов. Из всего перечисленного можно сказать, что C-Motion подходит для циклических задач, то есть синхронных с обратной связью или циклов интерполятора, последовательных задач с управлением по времени, а синхронных задач задач, задач управляемых по событию, а также для задач включения и выключения. В пользовательские программы также могут быть добавлены к каждой задаче. Возможно, используем нескольких программ в одной задаче. Давайте перейдем далее. Как было уже сказано ранее, C-Motion является комплексным инструментом для тестирования, ввода, эксплуатации и обслуживания. В C-Motion Scout вы можете найти комплексные интегрированные функции для тестирования и диагностики, а также для ввода в эксплуатацию машины. Вот мы видим, здесь контрольная панель и функциональные схемы. Вплоть до комплексных функций для тестирования программного кода пользователя, видим здесь, на примере языка IST. Какие преимущества это дает? Простое использование благодаря полной интеграции инструментов для тестирования в инжиниринге. Более быстрый переход от безошибочной программы до оптимально работающей машины. Также здесь представлено дизитальное исполнение проекта для графических языков. Еще один мощный инструмент для диагностики ввода в эксплуатации и обслуживания это веб-сервер C-Motion. Он представляет собой комплексный инструмент без специального ПО. То есть программное обеспечение C-Motion Scout не обязательно. Достаточно иметь интернет-браузер и знать IP-адрес контролера C-Motion, в котором, собственно, соединяются. Давайте посмотрим видео, на котором видно, какие возможности есть в веб-сервере. Например, диагностический буфер PLC для диагностики переходов из состояния в состояние и ошибок. Сервисный обзор с пользовательскими настройками, которые можно выбирать отдельно. Например, мы добавляем переменные и видим, как они отображаются в системе реального времени и происходит их изменение. Таблица для посмотра, в которой можно свободно выбрать любую переменную и наблюдать за тем, как происходят изменения данных перемен. Асцеллограмм – еще один достаточно мощный инструмент для диагностики. Вот произошел выбор переменных, выбирается, какая запись будет происходить и мы видим итог. Уже записанная асцеллограмма. Здесь не показано, но шкала снизу, она достаточно обширна. Она изменяется в миллисекундах. Системный трейс поддерживает несколько CPU. Также можно добавить в веб-сервер свои веб-страницы. Это несложно. Есть отдельный мануал. Вот некоторые примеры данных страниц, на которые выводится та информация, которую нужна заказчику при работе с производственной машиной. C-Motion Easy Project – еще одна замечательная вещь, которая присутствует в C-Motion. Она позволяет конфигурировать производственные машины вместо того, чтобы программировать. Повышенная сложность машин, а также использование мехатронных компонентов, увеличивает усилия для разработки проекта. Тем не менее, используя последовательную стандартизацию, которая заложена в EasyPot, это усилие и соответствующие затраты могут быть значительно снижены. Основанный на многолетнем опыте применений, C-Motion предлагает большое количество многократно используемых стандартов для базовых и модульных функций машины. С данным генератором проектов C-Motion Easy Project эти стандарты могут быть включены в новый или уже существующий проект. Необходимые устройства и функции выбираются и настраиваются соответствующими диалогами. Например, функция обработки сообщения об ошибке. Кроме того, генератор проектов поддерживает применение модульного принципа функций машин с использованием индивидуальных модулей оборудования. Например, удаление пленки, поперечный обжим или обретру. Каждый модуль оборудования может также содержать один или более модулей управления, таких как коррекция печатной метки, контроль температуры или технологическую осень. После генерации проекта появляются загружаемые и исполняемые программы, включая веб-страницы для диагностики. Заказчики также могут включать свои модули в генератор проекта. В него включен пользовательский интерфейс для настройки и параметрирования модулей, что позволяет желаемую или предлагаемую на выбор функциональность модуля изменить в XML-описании. Это позволяет индивидуально изменять функционал модулей до минимально необходимого, что также уменьшает сложность. Я бы хотел сейчас представить видео, записанное ранее. Сейчас мы посмотрим, что я увидел. Вот это видео, на котором я чуть более коровно показываю, как использовать данную функцию в CMotion. Project генератор находится на установочных дисках в папке Utilities и Applications. Например, создаем проект с таким названием. Папочку я менять не стал. Далее, с помощью диалоговых окон мы выбираем контроллер, который будет управлять движением. На выборе есть 400 контроллеры CMATIC и 300 линейка. Сейчас вы можете наблюдать, какие контролли доступны. Либо CMotion. Собственно, версии 4.2, 4.3, 4.4. К примеру, я вот демонстрирую полную линейку CMotion. Она здесь поддерживается. К примеру, мы создадим для обучающего стены CMotion. Уменяем имя данного контроллера. И нажмем на кнопочку «Добавить устройство». Далее нажимаем «Next». И видим список некоторых модулей, которые можно добавить в проект. После загрузки они будут импортированы в проект. К каждому модулю есть описание в PDF. Например, вкратце я сейчас быстренько продемонстрирую описание для запуска обучающего стены CMotion. Двух осей. И с уже введенным вводом эксплуатации. Чтобы познакомиться с ним подробно, есть отдельная документация, которую можно скачать. Либо запросить у меня. Мои координаты будут в конце вебинара. К примеру, я выбираю различные модули. Например, для передачи данных, для передачи данных по энергии, для проверок в режиме Startup у CMotion. И оставляем галочку «Помпортировать все скрипты в контроллеры». Здесь дальше в пошаговом инструменте вы можете видеть, что есть описание того, какая система будет реализована. Здесь аппаратное описание того, что из себя представляет учебный стенд. И как производится соединение программатора или контроллера в режимную панель. Далее описываются три типа подпрограммы, которые есть в MCC Motion Control Чарте. Это позиционирование, рабочий режим и хоуминг. Выброс нулевой метки. Описание кулачков, которое применяется в данном проекте будет применяться. Здесь на слайде указана топология подключения DriveClick справа. И слева описание того, что из себя представляет стенд. Описание топологии продолжения здесь в текстовом виде. Что к чему подключается по DriveClick, в какой разверт. На данном слайде можно видеть описание того, что с какими скоростями движется. Это у нас конвейер, конвейерная лента и сам продукт. Далее я представляю на выбор импорт в веб-страницу через FTP. Данный пункт я не стал делать. И для выбранных функций, которые были выбраны ранее, модулей, указывается, что куда мы хотим передавать. Здесь я оставил подъезд для примера. Выбор машинных данных, которые передаются. Надеюсь, чуть подробнее посмотрим. Типы переменных, в чем они будут измеряться. Сами переменные. К примеру, здесь на выбор. И, к примеру, мы создадим переменные. Назовем ее, в принципе, не важно, как, к примеру, мощность. Измеряется в киловаттах и будет передаваться. То же самое сделаем для умения напряжения. ОК. И последняя мощность. Измеряется момента. Создали переменные. Видим тип этих переменных. Туманно просматриваем. Созданы 4 переменных. Нажимаем на «Рост». Михаил, здравствуй. Да. Я извиняюсь, Юрий Оладинский. А вот мы не видим пример, который вы нам показываете. Пример... Ну что ж, давайте тогда отложим видео. Жаль. Там, на самом деле, было, что показать. Ну, раз не срабатывает, возможно, попробуем в конце вебинара еще раз. Давайте вернемся к презентации. Так. Приходим к следующему слайду. Быстрые решения в различных отраслях промышленности. Компания Siemens оказывает компетентную поддержку приложений для вашей отрасли. На данном слайде вы видите практически все примеры реализованных модулей для различных отраслей промышленности. Будь то конвертинг, металлоформинг, обработка металлодавления, печать, упаковка, текстиль, либо манипуляторы. Спектр наших услуг охватывает всю технологию автоматизации от двигателя до технологии привода и вплоть до управления, включая прикладное программное обеспечение. Благодаря многочисленным успешным проектам наши специалисты знают требования в любой из этих отраслей, которые были ранее перечислены. С этим опытом они разрабатывают инновационные идеи и модели пользовательских машин вместе с изготовителями производственной машины. Наш штат насчитывает более 240 специалистов по применению в 16 странах по всему миру. И обширное портфолио стандартных решений могут помочь вам с вашими проектами. От разработки до ввода в эксплуатацию, код идеи до производственной машины. Диапазон поддержки приложений включает в себя выбор оптимальных пакетов из ассортимента нашей продукции. Разработку и поставку пользовательских дополнений. Или оказание поддержки во время испытаний и ввода в эксплуатацию. Теперь рассмотрим C-Motion, программный комплекс и Теопортал, версии 13. Недавно, буквально в начале этого года, C-Motion интегрировали в данный программный комплекс, который может включать в себя такие программные продукты, как с стать 7, функции безопасности, WinCC для панелей и StarDrive версии 13 для управления приводами Cynamics G14. С версии 4.4 в настройках после интеграции в Теопортал C-Motion стал более удобен. За счет полностью графической настройки оборудования и сетей, которые были реализованы в Теопортал. Знакомое по Scout для конфигурации и программирования также доступно в данной версии. Интеграция. Как это было и что сейчас мы имеем на данный момент. На первом этапе платформы C-Motion C и C-Motion D были интегрированы в Теопортал. Вот это видно вот здесь вот при создании проекта C-Motion C и линейка C-Motion D. Также произведена глубокая интеграция в приводной технике посредством символьных соединений, как я уже сказал. Продерживаются все версии, начиная с версии 4.3 от данных контролеров. Поддержка C-Motion P будет добавлена в Теопортал версию 14. Там будет добавлен C-Motion P 320-4. Деватью. Графическая настройка интерфейсов и параметров. Одним из больших плюсов программного комплекса C-Motion PORTAL является графическое представление оборудования Siemens. Будь то контроллер, распределенная периферия или приводные объекты. Они пока интегрированы не полностью. В Synomics S, например. Но что касается C-Motion, мы видим здесь практически один в один. То, как C-Motion выглядит вживую, он представлен здесь в девайсю. В графическом виде. Коммуникационные порты Profinet, Profibas и слот опциональной платы. Также, так как в C-Motion D Synomics уже интегрирован, он представлен здесь. Настройка происходит интерфейсов. Коммуникации происходит нажатием на соответствующий конкурент интерфейса. Вот этот дополнительный опциональный модуль можно найти в каталоге. Он остался справа, но был несколько расширен. Также есть графическая настройка устройств, подключаемая к C-Motion в NetProfil в сетевом виде. Здесь мы видим пример картинку, на котором подземлена связь контроллера C-Motion с расширением CX32, расширение контроллера, приводами S120, распределенной периферии DT200SP, приводным объектом G120 и соединение с панелью оператора TP200. Другие компоненты, собственно, все вот эти вот, могут быть добавлены в данном виде. Теопортал обеспечивает эффективное управление с панелей Comfort и Basic второго поколения с широкоэкранными дисплеями. Каталог оборудования содержит как раз таки вот оно расширение CX32. CX32, здесь он не показан, он в разделе контроллерс для C-Motion. И линейку приводов CINAMIX S120. Вот она поставлена здесь, она находится в контроллерс в C-Motion. Если видео заработает, там я более подробно все это покажу. Вот, собственно, картиночка с CBE 30-2. Настройка контроллера в C-Motion Scout TA. К примеру, вот здесь вот на дальнем плане видно проект C-Motion, открытый в C-Portal. И новое окно, которое открывается при нажатии на C-Motion Configuration. То есть конфигурирование контроллера C-Motion. Если есть слушатели, которые уже работают с C-Motion без C-Portal, с классически устанавливаемым стеклом, то я думаю, они узнают вот это окошко. В общем, в принципе, практически один в один совпадает с тем, что мы сейчас имеем при установке C-Motion без интеграции в C-Portal. Все объекты синхронизируются автоматически. В общем, хранилище данных C-Portal и C-Motion. То есть если мы создаем какую-либо переменную или приводной объект, это все отображается в C-Portal автоматически после сохранения и закрытия в C-Motion Scamper. Также в C-Portal удобная конфигурация HMI с помощью перетаскивания тега. P-LK C-Motion. Все переменные представлены как теги в C-Portal, контроль в C-Motion, и могут быть использованы для создания экранов HMI. Ну, к примеру, здесь вот представлен HMI. И теги, 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 вот они. Представлены здесь находничные. Вот, как раз мы видим полный путь. Представленные теги выбираем. Они появляются вот здесь вот в небольшом окношке. Его можно передвинуть, изменить его размер, чтобы он занимал большую площадь титана. Перетаскиваем сюда, и, собственно, они будут отображаться вот здесь вот. В HMI их письменные значения. На этом, собственно, презентация, ее слайд по... Точнее, ее часть по слайдам презентации у меня закончена. Я, если честно, я думаю, и вам будет это интересно. Хотел бы еще раз попробовать все-таки продемонстрировать вам видео, потому что презентации по Симошно не было давно. Я хотел бы продемонстрировать видео. Смотрите, я предлагаю посмотреть сейчас два видео, которые были записаны мной в режиме офлайн. Это видео с генерацией проекта и видео краткого обзора, работая с теопорталом, интеграцией Симошно в теопортале. Я думаю, никто не будет против. И предлагаю начать, собственно, еще раз. Если сейчас видео видно, то все замечательно. Я отчасти буду, наверное, в меньшей степени комментировать, либо продолжим в том же ключе. Сейчас было видно, как я запустил генератор проекта Симошно. Можно изменить папку расположения. Это классически изменить название того проекта, который будет сгенерирован. До этого я выбрал создание нового проекта. То есть мы сейчас с нуля создадим проект, не прилагая никаких усилий в программирование. Готовый проект, который будет перемещать нам для обучающего стенда Симошно, который есть на курсах по обучению. Оси, приводные оси. Здесь было показано, какие контролеры Симатика могут быть использованы при генерации проектов. Симошно все несколько обширнее, так как он создавался под него. Выбираем учебный стенд, даем ему название. В версии, доступные у Симошно, это 4.2.4.3.4.4. Добавляем собственное устройство, переходим далее. Вот как раз таки то окошко, которое предоставляет выбор тех модулей, которые доступны для выбора и добавления в проект, который генерируется. У каждого модуля есть соответствующая документация в PDF формате, которая открывается автоматически при нажатии на соответствующую гонку. здесь я вскользь вскользь просто прошел по краудестранице. Если есть желание, то, как я говорил ранее, генератор проектов доступен на установочном диске C-Motion Scout в папке Utilities and Applications. К примеру, я выбираю некоторые модули, которые доступны для выбора. Это модуль проверки на станции и передача машинных данных и данных по меропотреблению. Галочка там оставлялась в том, что все эти скрипты будут импортированы в проект. Далее идет некое описание реализации в данном случае эмуляции той системы, которая будет реализована. В данном случае это упаковочная линия конвейер и коробки, которые применяются в плане. пример программы, три его главные фазы как раз поиск нуля, остановка и режим продажи. Изготовление продукции. Здесь идет описание выходного кулачка, который используется для одной оси, одной из осей. Далее описание стенда, учебного стенда, который есть в включающих классах. Справа к краске с топологией DriveClick соединения. Здесь более подробное описание соединения топологии DriveClick, что в какой порт подключается, соединение преобразователей, выпрямителей и самого симуушна. Описание осей, которые создаются, какого они рода, какие у них настройки, на какие перемещения длинные они рассчитаны. Выбор передачи веб-страниц по FTP данных я допустил. Здесь выбор тех данных, которые передаются, это выбор функционального блока, вызова функционального блока, который будет реализован далее программно в C-Motion. Мы увидим это в конце видео, ближе к концу видео, когда проект будет полностью сгенерирован. Выбор данных, которые будут передаваться здесь как раз-таки типы данных, измеряемые это киловатты, вольты, амперы, бетонометры, для соответствующих различных величин. Здесь я показываю выбор, что набора можно выбрать. Собственно, к примеру, тип переменных мы оставляем тот же, создаем переменную тип мощность в киловаттах, тип переменной измеренного напряжения, то же самое делаем с током, с переменной по топу и с переменной по моменту. Ти переменных мы оставили шаблонных. Видим, четыре канала под переменной было выделено. Указываем, что для передачи этих данных и для передачи энергии будут созданы веб-страницы интерфейса C-Motion и так же для стартовой проверки. Это очень удобно, если вы соединяетесь с приводом, не имея C-Motion скалу. Далее, на выбор вы можете заново сконфигурировать, сохранить или сгенерировать собственно проект. При нажатии на кнопочку Generate собственно происходит генерация проекта. В нижней части экрана вы видите информационные строки. Сейчас, к сожалению, C-Motion чуть-чуть подвис. Собственно, происходит генерация проекта. Давайте чуть-чуть пропустим. Вот мы начинаем наблюдать, как добавилось устройство C-Motion в проект, который мы уже создавали. И идет конфигурирование объектов и импорт скриптов всех объектов, которые мы успели создать. здесь здесь он спрашивает нас о том, что необходимо ли активировать символную привязку. То, о чем я рассказывал в презентации, вещь очень удобная. Я нажал «Да». Здесь мы видим, что произошла некая ошибка. Здесь она описывается. на демонстрацию это никак не повлияет. Давайте чуть-чуть перемотаем. Собственно, закрываем окно генератора проектов и перейдем к более подробному рассмотру того, что же нам удалось создать буквально за 5 минут, не имея особых навыков в программировании контроллеров C-Motion. Мы видим конфигурацию, в которой присутствует C-Motion. D425-2, внутренняя шина профибаз и Cynomics, в котором уже созданы объекты CU и два приводных объекта. У них уже выбраны телеграммы 390 для CU и 105 для обедителей для обмена информации. Собственно, мы заходим в привода. Видим, два привода объекта созданы. Здесь наблюдаем, как у учебных стендов есть опциональная оплата TB30. В топологии видим, как это все должно быть подключено при загрузке данного проекта. Вот, собственно, по телеграмму. Все телеграммы выбраны автоматически. Мы не участвовали в этом никоим образом. То же самое, если создавать проект самому. Если настройки сохранять стандартные автоматически, при настройке в ней также будут создаваться сами. Здесь мы видим оси. Одна виртуальная ось была создана для реализации данного данной линии. и два объекта, которые физически существуют, к которым привязаны ликтики. Здесь я вкратце показал их настройки, которые были созданы. Интерфейс автоматически выбирается по профидрайву, внутреннему профибаз интерфейсу. Есть также в созданном проекте вот мы видим как раз и ось линейная и виртуальная. Далее заходим в программы, видим целый перечень программ, которые автоматически были созданы, которые уже можно использовать как шаблонные, например, которые изменяемые, кроме тех, которые здесь мы видим с замочками, вот эти вот, не защиты защищены с помощью новых видим переменные, которые были созданы, это вот выходные переменные по телеграмме и дополнительные по ходам. Болевые переменные, к примеру, давайте посмотрим, что у нас есть по ну, какая была создана программа для передачи некоторых параметров в HMI. в панели оператора. Видим, что программа написана, она написана с комментариями, комментариями на английском языке, в принципе, ничего сложного в том, чтобы ее поменять под свои нужды, не писать с нуля самому. В принципе, в чем и заключается суть генератора проекта. Здесь обширная программа, которая делает некие проверки при запуске C-Motion. И вот сейчас мы увидим программу из той картинки, которая была представлена при генерации проектов, написанная на Motion Control Chart в языке для C-Motion специально реализованном, графическом, блок-схемном, все интуитивно понятно, настраивается, к примеру, я обращу внимание на модульность, то есть в МСС можно заложить некие модули, которые будут скрывать части программ, которые в дальнейшем можно использовать. Это позволяет наглядно видеть программу, очень удобно для диагностики, либо для повторного использования методом CopyPast в Capitone. Здесь я пораскрывал, показал, как была реализована программа и ст-программа по поддержке того, что было показано. Опять же есть комментарии, все комментарии подписаны, что, какая команда, для чего тюльнии до каждого операнда. И те модули, которые были созданы для передачи машинных данных и данных по импотреблению. Здесь я просто демонстрирую как написана программа в основном TST плюс MCC Motion Control Chart. На этом данное видео завершается. Хотел бы продемонстрировать еще одно. Это видео касательно интеграции CMotion в TiaPortal. Данное видео было записано с использованием CMotion 4.4 Hotfit 5, который интегрируется в TiaPortal и невозможно интегрировать его в Step 7 версии 5.5. Версия TiaPortal при этом 13 SP1. Здесь мы открываем вид TiaPortal так называемый. смотрим то что устройств нет. Я открыл пустой проект который до этого у меня где-то завалялся. Видим что можно добавлять устройство как DWS Proxy и как я говорил ранее у CMotion интегрированы CMotion C контроллеры и CMotion D. К примеру я выбираю CMotion 455 самый продвинутый контроллер в линейке D Drive Based FromFactory приводной части добавляю его в проект в портальном виде сейчас при нажатии вот этого галочки он перейдет в вид проектный и мы увидим как собственно это устройство добавилось и как было представлено на презентации графическое представление CMotion в те портале в нем видны все интерфейсы которые используются для связи виден приводной объект который уже есть в CMotion далее я демонстрирую каталог оборудования CMotion те портала в котором для CMotion отдельно филдом выделены те контроллеры и скажем так вот она опциональная плата коммуникация по профинету ее можно использовать для создания топологии типа кольцо вот собственно простым перетаскиванием добавляется не нужно никаких сверх больших навыков для программирования конфигурирования как это было ранее это все как вы можете заметить вот здесь вот это вид объекта того приводного объекта который был добавлен далее если убрать фильтр галочку мы можем попадать на это вид топологии мы туда еще вернемся вид сети он тоже графический к примеру в нем мы добавим привод синамикс S120 для этого мы используем каталог открываем к примеру CU320-2 с акциональной платы CBE20 версии 4.7 на данный момент последний просто перетаскиваем его и он появляется в настройке сети далее переходим в те привода которые уже были интегрированы в те портал они их можно настраивать в самом те портале без статора с помощью программы старт драйв соответствующей версии к примеру точно так же мы добавим CU модуль управления для G-приводов серии G-120 перейдем в вид самого устройства открываем точно так же приводной EG-объект и добавляем к примеру силовой модуль ну здесь можно добавить любой я вот выбрал доступный модуль размер 15 кВт 240-2 собственно мы смогли добавить полноценно полный привод CINAMIX G-120 состоящий из модуля управления и силовой части далее в сеть я добавлю к примеру Scalers устройства для включения дополнительных профинов портов ну версии опять же выбираются в зависимости от аппаратной части которая у вас есть в наличии ну так как данное видео создавалось только для того чтобы показать как это выглядит в самом теопортале добавим распределенную периферию к примеру ET200SP который также перейдя в вид устройства можно также простым перетаскиванием добавить входа различного исполнения будь то дискретный или аналоговый и выхода простым перетаскиванием в нужный слот ну то же самое делаю с выходами можно добавлять девайс overview здесь чтобы не перетаскивать стульб легко опять же после перетаскивания как вы видите данное окно оно автоматически появляется вот здесь вот возвращаемся в обзор сети чуть-чуть раскрою секрет мы будем организовывать топологию типа кольцо не полностью но так начальный ее этап с помощью скайлэнс с помощью свеча добавляем к примеру привод постоянного тока синамикс DC-мастер синамикс DC-м берем самую простую прошивку есть некоторые секторы индустрии в которых привода постоянного тока до сих пор используются компания Siemens их не забывает и я решил демонстрировать что они есть их можно также использовать в таком программном комплексе как Теопортал добавим к примеру внешний энкодер с интерфейсом Profinet и панель оператора ну к примеру я выбираю 157 панель базового ETP 1500 все делается простым перетаскиванием что очень удобно далее сейчас мы будем проводить на видео будет видно как все это будет соединяться в сеть подключения устройств друг к другу в сеть Profinet для удобства я передаст что все было видно портал портал к сожалению или к счастью это программный комплекс которому необходимы широкоформатные экраны для удобной работы а вот я показывал где можно найти CX32 для линейки S120 и линейки SMI150 SMI150 это шкафное исполнение CX32 и сейчас будет произведено соединение простыми кликами мыши все адреса будут прописываться автоматически скажем так мое участие в этом минимально Терпортал сам реализует данную процедуру здесь производит выбор я предложил выбор между двумя интерфейсами C-Motion это вот верхний интерфейс к чему сейчас производится подключение интерфейс Profinet который уже встроен в данный контроллер а также снизу мы можем видеть вот здесь на половине что есть дополнительная плата CBE куда тоже можно подключение вот как раз таки панель оператора я перетягиваю к 127 экзернатокъема C-Motion далее мы переходим в вид топологии сейчас для удобства перенесем все оборудование в одно окно чтобы нечалось не не было вот этого разбега и также простым перетягиванием мы настроим связь соединений уже коммуникационных интерфейсов которые присутствуют у разного рода оборудования видим что выбирая соответствующий коммуникационный интерфейс он подсвечивается зажимаем мышкой и тянем до нужного интерфейса того оборудования с которым собственно будет признана данная спеть здесь я как раз и демонстрирую как можно реализовать к примеру кольцевую топологию от одного устройства до другого перетягиваем и видим как добавляются вот соединяем свечом и замыкаем кружка так теперь у нас есть настроенная сеть в которой мы в принципе не участвовали мы только щелкали мышами здесь видим вид устройств вид сети и топология далее на вот этой крестовой топологии я бы не хотел останавливаться пример реализации и описание как это сиделось в соответствующих главах документации перейдем к интеграции с мауси маушен в темпортал до этого сейчас мы работаем в среде темпортальный вот открыли конфигурацию с маушен и видим что есть созданный объект PLC1 CMOSEN D455 и приводные объекты к нему которые уже привязаны которые находятся в одной группе с ним часть из этих объектов здесь в CMOSEN после интеграции нельзя настраивать это касается например привода G120 который существует как приводный объект но он никак не раскрывается объясню почему потому что он был интегрирован в стартайв соответственно весь функционал остался там здесь вкратце несколько минут видео ввода в эксплуатацию некой системы которая подключена к каждому приводному объекту к примеру сейчас мы производим скажем так настройку и вводу эксплуатацию системы сигнализ интегрейт которая подключена к самому CMOSEN здесь была выбрана система с AVM который уже идет вместе с ним выбрано создание в этом же окне приводных объектов выбор режима выбор силовой части соединение было выбрано двухмоторная силовая часть здесь все для примера без привода тип телеграмма там выбран автоматической с поддержкой и добавление второго привода физического точно так же по шагам но здесь уже выбирается преобразователь моторный модуль уже тот который был создан ранее все эти действия производятся в режиме оффлайн после чего грузится в контроллер и он уже в дальнейшем проезжает это в финансы с инфлоридом телеграмма также автоматически и финальное окно здесь здесь мы видим синамик d7 d7 мастер возвращаемся в cmov скаут конфигурируем отдельный привод с прошу замерить что если в тебя портал была выбрана плата cbe то здесь в cmov скаут мы уже не имеем возможности ее выбрать точно так же настраиваем приводную часть здесь создадим один объект силовой частью для одного двигателя здесь он запрашивает о том что необходимо включить разрешающий сигнал на выпрямитель есть выпрямитель в компании с которая с drive-click интерфейсом есть без как раз вот здесь рассматривается без drive-click интерфейса вот он выбор телеграм если не использовать автоматическое настройка автоматическое конфигурирование настройку приводных объектов на этом мы завершили теперь добавим оси например ось линейная электрическая она существует сейчас мы выберем в самом сим-оушене синоникс интегрейтед обзор того где можно посмотреть выбрать данные приводные объекты название здесь указывается их можно найти в дереве в дереве здесь слева выбираем как меру третий привод с криминальным оквадом добавляем 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 точно так же например вращательную ось гидравлическую выбираем тип для данной гидравлической оси привязываем к нему привод в данном случае параметры которые необходимы при создании гидравлической оси и привязываем собственно уже энкодер данной оси настройки гидравлической оси оставляем точно так же для примера и добавляем третью ось такую же обычную в оставшемся свободном в одном объекте и выбор энкодера уже производится собственно сейчас то о чем было сказано в презентации мы создаем переменную в C-Motion Scout интегрированную в те портал мы создали одну глобальную переменную с названием в R1 создадим переменную входную к которой символно привяжем какой-либо какой-либо параметр например приводного объекта бинар скорость собственно было произведено подключение еще одно переменную точно таким же образом нет никакой абсолютной адресации все производится только симпольно адресация уже абсолютная она происходит в самом программном лечении C-Motion Scout т.е. нам нет необходимости следить за этим к примеру для второго мы выберем температуру здесь собственно тот перечень параметров которые доступны для привязки он достаточно обширен в нем включена функция безопасности скорости различного бинектора коннектора значение скоростей моментов токов напряжений и все можно действить вот угол и далее собственно к примеру мы создадим некий блок MZC Motion Control Charta в котором создадим программу MCC1 уже в ней к примеру дадим простую программу для включения оси с позиционированием выключением оси настройки минимальны все графически все настройки все окна которые вы видели они имеют определенный список то есть в нем уже мы выбираем вероятность ошибки в данном случае очень минимальна здесь здесь я нажал на кнопку сохранения и компилирования проекта чуть далее мы увидим что возникнут некоторые ошибки по коммуникации потому что я не в данном оставил типо кольцо тут мы видим ошибки закрываем окошко CMOSCOUT интегрированный в Теопортал видим первичные ошибок которые нам выдал с расшифровкой и собственно теги CMOSCOUT которые автоматически были переданы в Теопортал мы видим системные переменные переменные для осей глобальные переменные в R1 которые создавались в CMOSCOUT и две переменные которые были символно привязаны к параметрам вигзелей собственно на этом данное видео заканчивается здесь вкратце я показываю что было добавлено в проект какие у них существуют настройки вот к примеру скручиваем аппарат CINAMIX G120 при двойном клике на раздел COMMISSIONING в Теопортале можно ввести эксплуатацию ввести параметры данного привода Собственно на этом у меня все я оставляю последний слайд на котором мы видим мои контакты мы я думаю можем приступить к вопросу которые возникали походу либо и сейчас у тех кто наблюдал данный вебинар ввести параметры ввести параметры ввести параметры я не наблюдаю поэтому в в лайфмитинге это раздел Q&A там собственно вы можете написать свой вопрос и я на него отвечу я извиняюсь еще раз вот контактов мы тоже кстати вот сейчас не видим можно подкорректировать немножко просто серый фон и все так так вы не видите давайте я попробую Юра спасибо что тот ключ говоришься давайте я запрою и попробую видимо какая-то проблема с контакты контакты давайте сейчас секунду вот сейчас вы видите вы сможете видеть имя фамилию собственно департамент отдел телефон мой контактный мейл и сайт по которому вы сможете перейти и получить чуть более детальную информацию по оборудованию сим возможно отладка программ не имея сморо устройство с смоушен возможно ли отладка программ не имея сморо устройство смоушен единственное что можно сделать в оффлайн режиме вы можете освидеть как это все передвигается используя те средства которые есть это осциллограмма watch table вот данными средствами вопрос перевязан какое дальнейшее развитие симмоушен планируется отчасти я уже сказал что та линейка симмоушен которая есть это симмоушен c симмоушен d все последние версии моделированы в теопортал версии которые были ранее они доступны для программированной настройки ввода в эксплуатации в симмоушен скаут не теопортальной версии это 4.4 хотфикс 2 и хотфикс 4 развитие аппаратных компонентов они продолжают существовать никаких камней преткновения в этом нет единственное было закончено продажи первой генерации то есть симмоушен к примеру 410 425 без тире 2 сейчас доступна для заказа всей версии тире 2 тире 2 по симмоушен п как я сказал ранее он будет интегрирован в теопортал версии 14 симмоушен п 320 тире 4 надеется на этот вопрос я тоже ответил для симмоушен скал тире софт вверх 4.4 ход 25 есть генератор проектов или нет на данный вопрос я могу сказать помню по своему опыту я искал я не нашел то есть в версии скаут которая не интегрирована в теопортал генератор проектов есть собственно это видео было записано как раз таки с версии 4.4 ход фиксы 4 который стоял на моей виртуальной машине он не был интегрирован в себе портал оттуда производилась запись есть ли смысл использовать симмоушен конфигурации в неосевых проектах если честно не совсем понятен вопрос для чего тогда в них будет использоваться контроллер симмоушен контроллер в основном работает с осями он был создан для управления движением управление движением в симмоушене как было сказано на презентации осуществляется с помощью технологических объектов ключевым же технологическим объектом в аппаратной платформе симмоушен и в программном комплексе является основе что объект оси соответственно если проект не осевой я не знаю как обращаться к адресату вопроса хотя бы может как-то какой-то пример он может в принципе использоваться как классический скажем так симматика контроллер у него есть функции тех же самых языков к примеру ладов бд ст язык программирования в которых плюс к ним тот язык программирования которого нет у семантиков это специально разработанный драйв контролл чарт дсс язык который можно использовать и собственно писать программу там так вижу что собственно мой ответ вроде как развеял все сомнения насколько я вижу пока больше вопросов нет будем надеяться что контакты все кто хотел переписал на этом я думаю что презентацию мы будем заканчивать те кто не успел посмотреть ее онлайн для них будет выложена версия на нашем сайте спустя некоторое время всем спасибо за внимание спасибо что нашли время для прослушивания данного вебинара и на этом я с вами прощаюсь субтитры субтитры субтитры